Не так масштабно, но все же грандиозно. В этом году на открытии Собиновского фестиваля оперный театр обошелся своими, симфоническими силами. Оркестр сыграл Рихарда Вагнера, поневоле опального композитора. Его идеи, ярый антисемитизм, но главное энергичная музыка пришлись по душе Гитлеру. Красивейший полет Валькирий стал гимном воздушных сил Третьего Рейха. Посвятить фестиваль Вагнеру – это его идея. Юрий Кочнев вообще подбирает музыку для Собиновского исключительно по своему вкусу. Самое главное, что это один из самых гениальных композиторов мира, которые только рождались на нашей земле. И так получилось, что в этот же год родился и Джузеппе Верди, один тоже из гениальных композиторов мира. Мелодичный Джузеппе Верди уже во втором отделении. Как и Вагнер, он не писал симфоний, только оперы. Зато у Верди была еще и духовная музыка. Ее, правда, исполняют нечасто. За эту редкость она и попала в программу фестиваля. Уже стала традицией. На открытии Собиновского звучат только малоизвестные произведения. Судьба произведений Верди складывается благополучно. Его ставят всегда и везде. А вот оперы Вагнера идут мало. Разве что Мариинка может похвастаться едва ли не полным набором его произведений. Любовь Гитлера и слава композитора Третьего Рейха сыграли с Вагнером злую шутку. Например, в Израиле его вообще запрещено исполнять публично. Анна Главчинская, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.